всем привет дорогие наши друзья и гости нашего канала мы получили посылку от любимого василька ссылочку на интернет-магазин любимый василек оставим в описании под видео что мы в этот раз заказали заказали на наше большое одеяло которое идет 2 на 220 заказали вот этот под одеяльник стоит он 1189 мы его ну распаковали я вставлю момент когда он был еще запакованный и постирали одели на одеяло потому что чтоб одеяло ну какой не замызгалось получили посылку от любимого василька и я достала под одеяльник потому что мы заказывали себе большое одеяло а под одеяльник и двухспальный к нам не подходит и ну как-то хочется уже укрываться большим одеялом а не спать под разными я сейчас под одеяльник отправлю его в стирку она почти будет сухой после стирки я поглажу и одену на одеяло в общем здесь размер евро 200 на 215 плюс минус 3 сантиметра в общем самый большой это 215 на 240 но у нас одеяло 200 на 220 нужно будет еще заказать несколько таких под одеяльников потому что с комплектом они не подходят меньше юли заказали чуть-чуть поменьше одеяло у нее размер а где тут у нас размер 172 на 205 под под одеяльники подходят на двухспальную которая ну постельная стоит он 1542 юля раскроет чуть позже покажет ну а сейчас покажем что еще мы заказали детская футболочка каролинина юлечка поможет мне сейчас вот такая зайка красиво стоит она 193 рубля каролиночка потом померит увидите дальше мальчишкам заказали тоже футболочки каролиночка пришла здесь на 7 лет ростовка 122 стоит тоже 193 рубля каролиночка нас немного прервала до каролина но я пока продолжу тогда уже на фоне кровати как я уже сказала футболочкой это для ярослава 193 рубля стоит сейчас тебе доча это диме на 8 лет ростовка 128 тоже 193 рубля стоит каролиночка сейчас футболочку отдам на дочь вот твоя зайка смотри какая ее нужно будет постирать и потом померить да да дальше заказали мы комплекты ребятишкам маечка и трусики подойдет это ярослава на 7 лет 350 рублей вот такой это тебе зайка это диме также маечка идет и трусики на 8 лет ростовка 128 цена его 298 рублей я здесь предварительно на всех написала чтоб удобнее было цену называть для кухни заказали вот такие сложила она посмотрите все упаковала она молодец тут в наборе 3 кухонных полотенца цена их 242 рубля клубничка фартук это на подарок я заказала 350 и рубля сейчас июлю попрошу она распакует его и покажет в развернутом виде это для дома салфетки это салатовая 50 так посмотрим одной рукой немного неудобно он не вижу там юля пока распакует и оля у нас скоро уже приезжает заказали ей вот такой вот домашний костюм 44 размер юлечка мне сейчас тоже поможет его развернуть и показать вот такая вот салатовая салфетка для кухни вот такое полотенчика стоит 91 рубль юля сейчас развернет покажет фартук аккуратно потом его обратно свернем на себя так прикинь да это на новый год на подарочек вот такой вот он красивый симпатичный там завязал здесь сейчас обратно упакуем и его уже подарим на новогодние праздники сейчас и костюм покажем какой воли заказал я оле отправляла несколько фотографий которые она выберет костюм юлечка встань чтобы повыше показать вот футболочка так и штанишки сейчас покажу там каролинечка у нас прикрой каролину и вот такие вот штанишки большие для оли да да для оли вот такая у нас получилась распаковка от любимого василька огромное спасибо ссылочку оставим в описании под видео ну а вы оставайтесь с нами и смотрите какой у нас будет влог и чем мы будем в нем заниматься юля достает свое одеяло как у нас как у нас потому что мы юли заказали она для нее большое и она говорит мне нужно чуть чуть поменьше красота какая да да мягкая ну но на это одеяло двухспальный вот пододеяльники а двухспального постельного они подходят мы уже смотрели довольно довольно очень первый блин был комом 2 уже все идеально всем привет дорогие наши друзья и гости нашего канала у нас на данный момент сегодня 8 ноября когда мы записываем этот ролик почти перед самым отъездом из дома мы поедем встречать олю уволи поезд поезд у нее приходит начало 12 на стоянку будет большая но мы поедем туда заранее всем вам отличного настроения всего вам самого наилучшего этот ролик выйдет намного раньше чем те ролики которые у нас уже отсняты но пока мы их не выпускали до дом будешь а где-то будешь со мной поедешь машине а может быть ты спать будешь в общем еще по поводу светланы светланы сейчас небольшие проблем мая пришла она сейчас на меня вызвала на себе скорую сама и и положили она проходит анализы сдаем пока рассказывать я не буду когда будет стопроцентная информация тогда я с вами поделюсь и то ну не прям все досконально мы заберем ребятишек варвару и тимофея к нам домой на тот период пока светлана будет находиться в больнице и ранее как тебе приходила кости до вероника не ночевала варвара вероника дома в соседнем доме она у себя там спит вероника просто недавно приходила каролиночке играть мальчишкам и подарила ей туфельки большую девушку просишь каролина у нас последнее время просит себе брать к ее сестренку и кто-то в комментариях писал что возможно я в положении нет абсолютно нет ничего у нас нет и мы не планируем у нас есть наши трое замечательных деток два сыночка и лапочка дочка нужно их поднимать в общем с каролиной как всего не расскажешь тороплюсь потому что мы уже почти одеты остается только одеться кофту и верхнюю одежду в общем по поводу светланиных ребятишек они пока побудут это время у нас попросила я светлане сказать ну чтоб кто их к нам привезет чтобы они взяли портфель и варвара и тимофей мы будем проходить дома хотя бы домашнюю работу выполнять учительница будет присылать и мы будем ну чтобы они совсем не пропустили там за ними никто не сможет присмотреть это нужно и в школу собраться и со школы встретить и покушать приготовить и постирать и погладить поэтому пока они пропустят школу но будут у нас и будут делать домашнее задание моя девочка маленькая моя солнышко но мы сашей выезжаем буду снимать как мы доехали как встретились в это уже увидите в ролике чуть дальше вам желаем отличного настроения всего вам самого наилучшего до встречи мальчишки меня уже потеряли за этот ролик вы увидите намного раньше чем мы снимали те которые у нас уже сняты но не выпустили да все вам еще раз отличного настроения ярослав провожает каролиночка плачет дима в одном окне ярослав другом пока пока сынок пока пока саша подкачивает колеса снега у нас мало сейчас посмотрю сколько у нас градусов на улице и снова включу камеру перезапишу снега практически не посмотрела я сколько градусов минус 2 у нас даже сегодня капало там подхожу смотрю с трубы где старый холодильник стоит и вот здесь у труба идет с крыши здесь все накапано мальчишки от окна не отходят пока пока там в трубу вот в эту кричит да слышим мы тебя слышу все пока спокойной ночи вам заранее потому что мы домой приедем они уже будут спать все саша насос закрутил скрутил точнее все везде проверил каролина все собиралась с нами выезжать я говорю место нету зайка да и куда в такую ночь ее брать если бы не с было бы оставить это да конечно а так варвара тимофей и оля как раз на всем мы отправляемся пожелать нам удачи добрый путь увидимся с вами чуть позже заехали с сашей на заправку на газпром это в марьяновке находится газпромовская заправка сейчас заполним полный бак и уже будем выезжать в город на улице чувствуется что похолодало сейчас посмотрела минус четыре градуса уже и мы Продолжение следует... Продолжение следует... И Оля написала, что она уже в Называевске и через час будет уже в Омске. Но мы пораньше приехали, потому что нам привезут деток к пол-одинстому. Сейчас созвонимся, скажем, где мы стоим, чтобы они уже сюда их подвезли. Из одной машины пересядут в другую. Ну и Олю пойдем мы встречать все вместе. Кстати, небольшой снежок на улице идет, а техника уже работает. Саша сидит в машине, не стал выходить. Выду, говорит, когда уже половина будет. Ну, конечно, ему еще обратно ехать. Мы, когда из дома выехали, ехали приблизительно там 70-80 километров в час, потому что скользко. Ну, а когда уже выехали с Марьяновки по трассе, там мы уже 100-120. Поэтому мы немного раньше запланированного времени приехали. Ну, ничего. Я Саше говорю, тише едешь, дальше будешь. Это наш ЖД вокзал в Омске. Постараюсь поснимать внутри, конечно, Олю встречать с детками. За руки нужно держать, чтобы никуда не делись. В машине не буду их оставлять. Хотя, конечно, они не маленькие, но все равно я буду переживать. Не надо, чтобы у меня они были на глазах. Так как ответственность уже лежит на нас, нужно будет везде с ними быть. Сейчас поезд придет, и очень много будет народу. Посмотрела погоду. В общем, это 4 градуса показывает, а ощущается как минус 7. Ну, я бы не сказала, что холодно. Уже начинает предновогоднее такое настроение. Уехали по городу, по набережной. Уже украшают гирляндами. Где-то уже виднеются елки наряженные стоят. Сколько там? 22.05 показывает. Ну, все. Буду звонить сейчас, узнавать, где ребятишки. А здесь вообще показывает 0 градусов. Вот так. А у меня в телефоне минус 4. Странно. Может быть, в нашем, там, где мы живем, минус 4. Да, в Марьяновке минус 4. А в городе здесь поменьше. Забрали мы ребятишек и пошли уже встречать Олю. Через 10 минут уже подходит поезд. Пока услышим, на какой путь он приходит. И как раз у нас будет время прийти на этот путь. У нее второй вагон. А нам же надо узнать, где путь. Давай вот тут внизу пойдем. Внизу пойдем. Пойдем, Валь, сюда. Валь, к Тимошу, пойдемте. Ну да, мы если что, там пройдем. Ну, заходи, заходи. И то. Сейчас сейчас турникет надо будет все положить. Уже объявили, поезд приходит на первый путь. Прямо с главного выхода, в общем. Мы с ребятишками там остановились. Чтобы и на улице они не мерзли, не стояли. И вот уже через 3 минуты Оля будет на платформе. Ну, сейчас посмотрим. Вот это первый, наверное. А тут написано? Вот второй. А, значит, там в конце. Ну вот. Ой, он там вот сюда откроется. Сейчас, смотрите, тут подвинется. Ну ладно, пойдемте, пока он остановится. Несколько, Варя, давай руку. Давай. Я ребятишкам говорю, Оля, если выйдет, кричать начнет. Мы сделаем вид, что нас тут нету, да, Варя? Варя смеется. Как это, какой вагон? Вот уже останавливается. Сейчас мы посмотрим. Оля, нуля, это 6-й. О, далековато. Это только 6-й. Моша, да, быстрей. Зато народу очень много. Он потерялся. Она сейчас выглянет, никого нет. Выходить здесь будем? Да, я. Саша еще вышел и шапку не одел. Каролина, за Олей собиралась, за Варей собиралась. Приедем. Ну, я уже домой позвонила. Еля сказала, что детки уже спят. Каролиночка засыпает. Рука, ты тут лети. Ой! Подожди, где вещи? Она бросила все. Ой, Варя, дай руку. Я еще. Все бросила и рванула. Где она? А, вот. Ну, все, я немного отключила. Приехали мы домой. Немного тут, конечно, лохматы, потому что были шапки. Доехали мы хорошо. Детки сейчас кушают. Занесли мы сумки. В обратную сторону доехали мы намного быстрее. Там уже мы ничего не снимали, болтали в машине. В общем, в этом ролике мы с вами попрощаемся. Увидимся мы с вами совсем скоро. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Пока-пока. А то ли завтра будут все слова. Все-все, она очень устала за три дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok